Каждый день два-три мешка собираем гнилой. Каждый мешок попадает. Вот сегодня открыли недавно утром, а сегодня уже полмешка. Вот так каждый день предприниматель Нурлан мешками выгребает из своей фуры гнилую морковь, неся большие убытки. В былые годы товар у него не залеживался. В этом году торговля встала. Цена на овощи упала в два раза. Торговля слаба в этом году. Зимой идет слабо. В прошлом году еще ничего было. Вот один машина, да, троем работаем. Один день, два дня можно было это закончить. В этом году неделя, 10 дней, вот получается. Расход у нас тоже большой за место, за охрану, да. На одном из основных овощных рынков Бишкека сегодня можно увидеть не только гнилую морковь. Тонны пропавшей капусты, лука и картофеля теперь сгодятся разве что на корм скоту. Но сельхозработники и перекупщики все равно выходят на работу. Надеются отбить хотя бы потраченные деньги. В прошлом году по 10, по 7, хоть по 10 сумм было. А этот год у нас сейчас по 3, по 4 сумм. Ну, каждый год такого не было. Этот год уже за кризис влияет, не знаю. Торговли нет. Наш товар весь портится, гниет. Мы можем банкротиться. Везем товар издалека, платим за дорогу. Сколько трудностей у нас. Мы даже по закупочной цене не можем продать. Чтобы торговля была настолько плохой, как сейчас, предприниматели припомнить не могут. Не надо было входить в таможенный союз. Торговцы из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана к нам заходят и портят нам всю торговлю. Они приезжают и цены о нам сбивают. Если мы свое будем продавать, будет хорошо. Казахстан ввел монополию. Нас на свои рынки не пускают. Раньше мы там продавали. Нам никакой пользы нет от того, что мы вошли в таможенный союз. И сельчанам пользы нет. И предпринимателям. Больше всех пострадали продавцы картофеля. Рынки овощем завалены. Здравствуйте. Как торговля идет? Торговля очень слабая. Картошка дешевая. Таджикан Матеева сама вырастила картошку на юге республики и сама же ее привезла на продажу. Вот только выручки ей не видать. Картошку продаем по 10 сомов. Очень дешевая. Сельчане не смогли покрыть своих расходов. Казахстан возить запретили. О своем запрете на ввоз картофеля из Кыргызстана власти соседней страны объявили еще месяц назад. Кыргызской картошке якобы был найден вредитель – золотистый нематода. Тогда на границе скопились две сотни фур овощей. Многие бизнесмены тоже прогорели. Застрявшие фуры заполонили рынки Кыргызстана. В начале мая в Казахстане шел пассивной период картофеля. Наверное, скорее всего, они защитили свои рынки. По словам Бахутбека Мазенова, для решения возникшей проблемы власти усилили работу на границе. Выставили три фитосанитарных поста. Однако в соседнюю страну кыргызский картофель до сих пор не пропускают. Чиновники обещают, что проблема решится в ближайшее время. Вопрос будет решаться на уровне двух ведомств Министерства сельскохозяйства – Республики Казахстан и Республики Кыргызстан, которые должны к 6-8 июня уже выйти с окончательными предложениями. А до этого времени кыргызские фермеры и торговцы вынуждены и дальше нести убытки, ежедневно выбрасывая на помойку сотни килограммов пропавших продуктов. Шавкат Тургаев, Азат Натымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.